всем привет с вами мишка конфуз сегодня я пою и общаюсь с вами смотрите полную версию на youtube канале страна fm всем привет меня зовут миша более известный как конфуз мне 17 лет я пою песенки наверное в стиле поп вот и рэпчика туда добавляю короче я делаю смешанный стиль музыка я занимаюсь можно сказать с детства а вот первым первую песню выпустил только год назад у типу тишка вот и сразу с ней уже все пошло потому что ее все полюбили она в тик токе взорвала из после этого я полностью шел музыку поступил на заочное чтобы прям заниматься музыкой плотно в течение года я выпускал только синглы и в итоге мне на данный момент уже есть девять песен альбом планируется очень скоро я дам знать в современной музыке не могу сказать что творится потому что у каждого ну например одному нравится все что в топе другого говорит в топе слушать нельзя поэтому здесь не могу сказать точно я лично слушаю все жанры рэп трэп лирика я прям меломан поэтому в этом плане я люблю музыку вообще любую если честно не помню что мне там в плейлисте поэтому давайте сейчас посмотрим именно сразу так последняя песня которая вот я бы слушаю сейчас на повторе это обладает рандом фогель дуракам везет и голос егор крит вот эти песни у меня самые последние скачаны я их прям переслушиваю ну артисту на самом деле через многое приходится проходить особенно на самом начале когда у тебя там взорвало песни у тебя начинается шоу интервью концерты очень сложно к этому всему привыкнуть потому что то что то к чему ты привык раньше делать например отдыхать с друзьями веселиться там собираться этого уже ты не можешь делать по это потому что график такой очень сложно к этому привыкнуть но я к этому шел и поэтому мне нормально я привыкаю кайфую своей работы я просто сам по себе очень стеснительный и мне очень сложно вообще ну типа раскрываться там на шоу всяких мероприятиях поэтому я пытаюсь перебороть себя не знаю получается не получается на самом деле такой техники мне кажется нет и я лично все то что я делаю это просто пытаюсь забыть об этом я просто понимаю то что я шел к этому и нельзя сейчас из-за вот этого стеснения как-то делать шаги назад поэтому все в голове мне кажется нужно просто перебороть себя я не знаю смотрели вы никелодин или нет там был сериал про группу big time rush и еще в дисне были братья джонасы вот их я обожал просто я смотрел каждую серию и знал наизусть все их песни я прям фанатом был и даже один раз джонас бразерс приехали в москву на концерт я сразу полетел к нему блин я даже не помню что в детстве слушал ну вот то что я сказал это типа рок и поп я просто честно знаете иногда слушаешь и не знаешь кого ты слушаешь ну кто поет какая песня на детстве не помню этом все что по муставе показывали вот я родился в армении город ванадзорж вот моя мама учитель русского языка папа юрист вообще изначально до того как я выпустил первую песню у нас было в планах что я должен поступить там на высшее образование там получить вот но после утипутишки я понял то что я должен полностью заниматься музыкой потому что мне прям зарядился я и на удивление родители поддержали и сказали типа можешь поступать на заочное образование чтобы заниматься любимым делом я вообще офигел если честно вот на это очень важно когда родители поддерживают потому что иногда дети могут просто сломать свою мечту а так когда родители поддерживают вообще ты разносишь на сто процентов ну я на заочном образовании финансовом университете вот я должен был одиннадцатом классе быть на экстернатом закончил 10 11 и сразу поступил но на самом деле мне кажется конечно прям не то что так важно высшее образование но и вот как вы сказали блогером тоже быть нелегко не то что каждый взял камеру и все он может не учиться вот это тоже нужен талант тоже большая работа поэтому если реально есть талант какой-то к другому делу не к учебе то я считаю то что высшее образование не нужны он может им должен заниматься именно своим любимым делом а если нет то нужно прям учиться вот мое мнение мне получать но я на первом курсе только поступил я лично сам не матерюсь вообще и не люблю когда рядом со мной матеряться но в песнях иногда это очень круто получается органично вставить туда я слушаю тоже песни с матом там трэп не трэп потому что они делают это красиво органично когда ты пытаешься просто сказать мат ради мата то это звучит ну не очень но если мат в правильном месте в песне то нормально можно послушать а если просто там то ненавижу ну к моргенштерну мне вообще если честно без разницы но он по песням не могу сказать но как именно артист очень хороший именно как он подает маркетинг как он рекламирует инфоповоды создает но это профессионально очень круто а по песням не могу сказать у меня один фит и все я очень люблю те феста вот я прям фанат его очень давно его слушаю поэтому я бы очень хотел с ним совместную работу сделать вот ну как я понимаю слово сочетание лидер мнения это тот кого любят и кого уважают и тот кто может как-то своим своим действием или словом как-то повлиять на народ вот по моему мнению это лидер мнения а я себя не считаю лидером мнения нет как по мне не я просто там артист которую любят песни слушают меня так лидером мнения мне кажется не являюсь конечно все свои соцсети я веду instagram вконтакте но я там ничего такого не говорю типа сделайте это сделайте это просто я у меня instagram это я музыка мои песни вот и общаюсь со своими поклонниками все там ничего лишнего мне нравится и соцсети больше всего instagram я там 24 на 7 вот в тик токе я недавно начал заниматься тоже выпускаю там видосики всякие сниппеты там раньше выходит вот но и вконтакте вот эти три соцсети которыми я пользуюсь больше всего мне в директ я не знаю только у меня или нет постоянно вот начинается у кого-то гиф хочу что вы приняли участие вот у меня вот это всегда ну и привет подпишись взаимно вот это пожалуйста вот типа просят подписаться лайкнуть что-то я всегда делаю пишут тоже девушки тоже пишут не то что там что-то лишнее тоже привет мне нравятся твои песни вот так как я отношусь к тик току к тик току я отношусь ну очень хорошо потому что это очень хорошая площадка для продвижения песен многие артисты на этом вывозят вот и это в этом ничего плохого нету потому что именно если в тик токе песня становится трендом то она идет по всему миру это очень круто вот по поводу тик ток домов ну само понятие это типа блогеры собрались в одном доме живут вместе снимают контент я поддерживаю я был в тик ток домах тоже снимали вместе но не то что участником был просто приходил к ним вместе снимали контент вот ребята все крутые бывают вот дружелюбные снимаемся вместе контент и все ничего плохого нету я очень хорошо дружу с домом иксо вот я прям сердечко вот они очень все бомбовые ребята все дружелюбные добрые вот с ними прям общаться очень круто я могу причислить просто кого знаю кто поет просто из тик токера и тик токер еще песни тоже выпускают например вот даньи милохи нам тоже в топах постоянно бабе чани покров ну то есть ребята пытаются стараются в этом ничего плохого нет нужно прям стараться делать во всем а вдруг у него талантом в песнях он не знал он выпустил и взорвал это нужно делать обязательно по поводу хейтеров мне кажется у меня их немного потому что но я не часто замечают там что-то злобное в отношении ко мне раньше когда я видел прям в самом начале я прям писал ему в личку говорил ты кому пишешь там то все вот а сейчас я просто смотрю и усмеюсь потому что я понимаю то что это мнение не должны мне как-то волновать я делаю свое дело и кому нравятся мои песни музыка я тут всегда со мной вот поэтому всем советую к хейтерам относиться прям нейтрально не обращайте внимание вредных привычек у меня нету я не пью не курю вообще поэтому я чистый еще фастфуд есть конечно вот его я обожаю я очень сильно люблю фастфуд макдональдский все прям сердце поэтому это можно считать верные привычки на по поводу политики я вообще не шарю не хочу шарить мне вообще есть честно все равно не хочу лезть туда только музыка только вот все не люблю политику да я верующий я христианин армяне первые приняли христианство кто не знал вот я могу сказать что бог есть почему я не могу объяснить это все по вере если ты веришь что все ты никого не должен слушать вот ты не должен искать доказательства для тебя он есть ты веришь в него и мне кажется люди которые верят не просто так верят что-то значит происходит у них жизни из-за чего они приходят к вере вот мне кажется у каждого будет такой момент который заставит прийти к богу вот поэтому дело времени мне кажется так сверхспособность я бы очень хотел летать я не знаю почему я всегда скорее всего из-за того что в москве много пробок ты не можешь доехать до места вовремя и ты хочешь просто взять и полететь туда вчера короче я наступил кому-то на ногу и сказал ничего такого не было просто по-моему мы шли давид был или кто я просто случайно наступил сказал извини по поводу друзей у меня конечно есть друзья очень близки вот в шоу-бизнесе на самом деле очень многие только ради выгоды общаются там пишут там вот но есть и в шоу-бизнесе люди которые прям искренне с тобой общаются этом не просят поддержки никакой просто общаются с тобой вот такие люди тоже есть ну близких прям самых близких друзей у меня всего четыре вот так в шоу-бизнесе у меня тоже много друзей но именно тех которые не просто ради выгоды так со мной общаются вот я таких ну сразу видно человек как относится к тебе поэтому я стараюсь подальше держать от те кто ради выгоды с тобой хочет общаться это очень плохие люди поэтому тоже держитесь подальше от них я сразу скажу что они в отношениях а по поводу идеальной девушки я не знаю какая она должна быть какую бог даст вот так отвечу ну я бы хотел наверное чтобы девушка любила футбол так это первое получается чтобы не выносила мозги второе получается чтобы получается просто была доброй деньги для меня на самом деле это просто ресурс через который ты просто покупаешь все что тебе нужно ничего больше мне на жизнь в месяц например я не очень много трачу честно все на что на то что я трачу это такси одежда там мама мне покупает вот и все но типа я не трачу там еще на покушать вот и все там не очень много выходит мне немного надо вместе чтобы прожить вот так первый раз слушал бьюти тюнинг оказывается такое слово вообще существует я лично думаю то что что-то вменять себе это неправильно только если нету реально каких-то проблем например там сложно дышать но сделать это обязательно чтобы ну было в по здоровью все хорошо вот просто так типа у тебя все хорошо и ты качаешь губы мне кажется это не очень ну хотя у всех свои загоны я не могу так лично ответить татуировку мне отношусь нейтрально ну то есть для меня это ничего плохого и ничего хорошего на мне нет татуировок я не хочу если честно у меня есть друзья которые в татуировках очень красиво смотрится ничего не могу плохого сказать а сам себе не хочу про татуировки на девушках я сейчас читаю считаю то что ну тело должно быть чистым но и в этом ничего плохого не если красивая татуировка то пожалуйста ничего плохого не вижу в этом три пункта которые меня бесят это пробки это большие очереди и навязчивые люди которые просто ради выгоды пытаются навязаться к тебе подлезаться и в итоге вот они меня бестковать и три пункта которые мне очень нравится это получается музыка это получается концерты это получается вкусная еда так через десять лет миша конфуз будет уже 27 летний музыкант который пишет свои песни продолжает радовать своих слушателей дает уже дай бог большие концерты стадионы туда-сюда все хорошо так у меня творческие планы ближайшее время это два фита у меня скоро выйдет очень-очень крутых и которые прям удивляют и удивят всех и альбом готовлю уже вот поэтому когда все не знаю не смогу сказать потому что я я сам не знаю вот а так очень скоро ближайшее время все будет самое главное в жизни это семья здоровья всем зрителям страны фм хочу пожелать любви счастья здоровья и мира самое главное